Мир вам, братья и сестры! Однажды из слова Святого Писания прочел я то место, где Божьим деянием, любовью к творению безмерно глубокой, отцовская воля веления высоким, на землю послала единого Сына, чтоб людям погибшим в грехах и пороках через веру в Иисуса спасение дарить и жертвую кровность собой примирить земное творение и вечного Слова Святым Повелением направить людей по пути ко спасению, чтоб Божья любовь у людей пребывала и чувство сердечное их направляло к добру, состраданию. Прочел я об этом, и мыслью тревожной я стала рассуждать, как бы сделать возможным и мне достижение той цели прекрасной в любви возрасти. Нет, мне что-то неясно, я разумом бедным всего не постигну, и нет никого, кто бы мог объяснить значение подобием и тайну открыть. И снова читал я начальные слоги. Было уж за полночь, но прежние тревоги, печальные чувства не рассевались, и много вопросов еще нарождалось сознание неясным. И мысли мучений, и сердце тревогу прервал тихий сон. Я вижу дорогу. По ней рассуждая уверенным шагом, шли путников троек неведомым благам. И взоры сияли, и радостью ясно их сердца наполняла святая надежда. Их бледные лица, и бедная одежда, ни мои свидетели жизни несчастной. И кто-то поведал мне голосом властным, что путники эти в стране разрушения безрадостно жили. Ни слова утешения, ни мирных бесед, ни благих наставлений они не слыхали. Они лишь дышали злобою жестокой, порочные чувства умы повреждали, постыдные прелести похоти страстно их взор острепляли. Над каждым из них тень смерти ютилась, и все безудержно к гибели стремились. Но как-то зашел их в страну разрушение, глошатой свободы и вестник спасения. Поведал он жителям в Юдале тесной, о дивной стране, о граде небесном, что царь того края и градовластитель их всех приглашает в себе тую обитель. Кто сердцем своим приглашение примет, идет пусть дорогу, а здесь все покинет. Там лучше богат он получит награду, как только достигнет небесного града. И голос умолк. Придзором моим предстали три пути к отечеству и прежде. И то же стремление, и та же надежда их сердца наполняла, и та же дорога пред ними лежала. Вначале их путь проходил по равнинам, по чудным лугам, по прекрасным долинам, где пение птиц слабый слух услаждает, и тело усталому вод расселяет, прохладный источник живительных вод. И взор я поднял и смотрел наперед. Вдруг перед ними нежданной преградой предстала река немою громадой. У тесов гранитных возвысился ряд, между ними грохочет, шумит водопад. И вижу их лица печалью смущенные, с надеждой угасшей, в сердцах огорченных под бурной рекой устояли они, и в памяти стали их прежние дни безрадостной жизни в стране разрушения. Неужели желание, неужели стремление к заветному краю не совершится? Неужели придется назад возвратиться? В тяжелом раздумье минуты проходят, и скорбные путники взор свой возводят на берег другой. Вдруг видят они челнок, одинокий, средь бурной волны. На нем восседает умелый пловец. Умелый пловец их приветствовал рада. Им рассказал, что властителем града оставлен он здесь на всем месте опасным, чтобы помощь оказывать верным сейчасно. И в грозную бурю, и ночью, и днем обязан стоять он на месте своем. И вижу, пловец их челнок пригласил, и путников дальних через бурный поток с трудом переправил. Словами благими он их наставил, запас их обильно пополнил. Веленье царя им еще раз напомнил, что в тяжелые трудные дни любовью служили друг другу они. И сел он за весла на берег другой, направил челнок свой, боролся с волной. А путники дальше пошли по дороге вперед и вперед к дорогому чертогу. Но тут за рекой не стало долин живыми цветами, ни чудных равнин, ни источников вод, лишь острые камни до терни растет, до скал оголенных гранитная грудь. Чем дальше, труднее становится путь. И, видно, мне было один из троих начал отставать от собратьев своих. И как ни старался он с ними сравняться, на холмы крутые не мог он подняться. И взглядом болезнен смотрит вперед, и голосом робким он к братьям зовет. Кто в руку подал бы, и кто бы помог? Я внутренно болен и весь из немог. Без помощи вашей до города благ никак не дойти мне, и слабый мой шаг. Чем дальше, тем больше и больше слабеет. Я вижу, больного никто не жалеет, чтоб руку подать и вместе идти. Лишь словом его ободряют пути. Но слово красиво, скудная речь, без дела живого и с немощных плеч тяжелого бремени она не снимает. И бедный скиталец опять продолжает в тяжелом недуге свой горестный путь, чтоб в грани покоя скорее отдохнуть. Но вот и утомленным, жаждущим взором предстала пустыня по диким просторам, где ветер палящий без усты левеет, светило дневной лучей не жалеет. Песок раскаленный здесь пламен дышит, и слух человеческий звуков не слышит. Все тихо и пусто, и мертво кругом. Тяжелый сей путь, и нет жизни на нем. И медленным шагом вперед продвигался, на посох свой слабой рукой опирался, последние силы больной напрягал. Но было напрасно, и бедный упал. Погас на одежде, как солнечный луч, порою гасает средцу мрака туч. Над телом бессильным тень смерти прошла, и в слабой храме неприют свой нашла. Но только не сразу владычицей стала. Мне жизни лучина еще нагорала, еще не закрыла болезненный взор, еще отражала пустыни простор. И слышно мне было, как Путик больной к друзьям обратился с сердечной мольбой. Меня не покиньте в пустыне безлюдной, дайте помогите к обители чудной. Ведь верно уж близок желанный покой, друзья, не оставьте, возьмите с собой. И молвили братья больному с упреком. Ты знал о пути всем тяжелым далеком, зачем безрассудно решился идти? Теперь ослабел вот и гибнешь в пути, ведь хлеба у нас очень малый запас, вода на исходе не ровен тот час. Постигнет голодная смерть на дороге, не быть никому нам в желанном чертоге. Слова укоризны, сильнее, чем пламень палящего солнца, и тяжкий, как камень, гнетущий, как эго египетской тьмы, на сердце больному тяжелым камнем легли. Остался один он средь мертвой пустыни, в немом созерцании смертной кончины. Лишь мысли слова те ожили, чтоб любовью служили друг другу пути. То царя повеление, но ныне они лишь пустым утешением в устах прозвучали, ведь те не слыхали, кто должен был услышать. Далеко уже были они от живых и чудных равнин. Прошедший пустыней безрадостный путь, уж виден был город, а в нем отдохнуть, и можно уж будет от горя и бед. В нем тяжести будет, не в скорби нет, от рады и радости их ждет впереди. И так идут, рассуждая об этом вперед. И вот уж достигли небесных ворот. Искусно устроены были они, и с чистого зла, и солнца огни, и в жемчужных камнях отражались, и тихо в ворота они постучались. И в нем ли их стуку превратник старик не вышел, и низко к земле поклонился, и бедному виду удивился, а потом утомленных присесть пригласил, а после с участием их кротко спросил, откуда пришли вы, и как вы стремились, и долго ли в пути находились, и много ли было в дороге преград, не было желания вернуться назад. И молвили путники старцу ответ. Нам много пришлось встречать препятствий в бед, но верность наград и надежда от рады давала нам силу пройти все преграды. Идем мы с далекой страны разрушения, стремимся в заветный сей край утешения. Хоть немало пришлось нам скитаться, желания не было назад возвращаться. Еще об одном их превратник спросил, я вижу вопрос, и друзей обрачил. Вдвоем ли вы вышли из града печали? Быть может, вас больше было вначале, но встретив препятствий первых преград, быть может, собратья вернулись назад, и в землю друзья пустили в свой взор. Их совести первый горький укор в сердцах опечальных вызвал страдания, продлились, как вечность, минуты молчания. И молвил один из собратьев Муныныла. Нас было немного, нас трое лишь было, но третий товарищ в пути заболел и в знойной пустыне совсем ослабел. Не мог он ни шагу ступить, он за нами, упал на песке, остались мы сами, его не решили с тобой унести, чтоб граду покоя скорее дойти. И слышу я строгий ответ старика, поступок ваш злой и вина велика. Не раз вы слыхали владыки веления, чтобы трудные дни любовью служили друг другу. Для вас не могу рот всех открыть и сердцем нечистым в город пустить. Искорбные путники вниз опустились, и тяжко страдали. И тяжко мне было смотреть на страдания друзей обращенных. И взор я от нее. Вдруг вижу вдали, к заветным воротам свой путь направляя, шел странник. Но он не один. На плечах нес он тяжкую ношу. Страдальца больного, который был брошен друзьями в пустыне, да ныне нигде я обувь разбитую в дальнем пути. И слышу, привратник дал слугам приказ, чтоб сняли с пришельцев одежды рубищей и облекли в одежде, что чище и снега белее, и чтоб обувь сняли разбитую в дальнем пути. Да ныне я и такой не встречал даже в царской среде. И слуги, исполнив приказ повеления, воспели торжественно песни и хваления. А старец-привратник к воротам вступил и в город пред ними дорогу открыл. И город великий пришел весь движение, и мал, и велик, с торжеством и хвалением навстречу пришельцам спешил. Долины и горы, поля и леса, и песни и хвалений лились голоса. От песни и клика вдруг я пробудился, вокруг посмотрел, весьма удивился. Ни долин, ни гор, ни песни. И вот это сон. На бледном востоке заряна заднималась, и светом ее предо мной освещалась раскрытая книга Святого Писания. И прежнее место, где Божьим яйням на землю был послан Спаситель Христос, что Божие творения от горя и слез и гибели жертвы кровной избавить. Теперь я знаю, мне Господь во сне открыл значение. И жажду я всем рассказать, кто принял Христовой любви и благодать. Друзья, пилигримы, напомним вам днов, что больше всего это Божья любовь. И тот, кто с любовью в всем мире живет, достигнет небесных красот. Благодарю вас. И вы меня благословите. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Пока. Продолжение следует...